С 26 сентября банки могут блокировать подозрительные операции по переводу денег. Такой закон приняла Госдума. Нормативный акт направлен на противодействие хищениям денежных средств. Это может помочь многим потенциальным жертвам мошенников. Пострадавших меньше, например, в Карелии не становится, а вот суммы ущерба от деяний злоумышленников растут. Самая крупная денежная потеря этого года в республике – 5 миллионов рублей. Женщина добровольно частями переводила свои накопления преступникам. Тему продолжит Анжела Маркевич. За 8 месяцев 2018-го жители Карелии отдали мошенникам около 20 миллионов рублей. В полиции зафиксировано 613 фактов обмана населения. Половина жертв – пожилые люди. Именно они оказываются наиболее доверчивыми. Ежедневно, говорят правоохранители, преступники продолжают придумывать новые схемы. Злоумышленники уже используют тему грядущих изменений в пенсионном законодательстве. Заверяя пенсионеров в том, что в связи с реформой им положена некая выплата, а деньги поступят после ряда несложных действий. Необходимо пройти конкретному банкомату, снять денежные средства и в дальнейшем создать условный электронный счет и через терминал оплаты перевести данные денежные средства. Он убеждается в том, что он снимает не свои денежные средства, а что он снимает денежные средства, которые ему положены и перечисляет их уже на открытый счет. Крайне популярная преступная схема работы с пенсионерами – мнимые компенсации за неэффективность купленных недавно БАДов, лекарств или медицинских приборов. Причем продают препараты и приспособления те же самые мошенники. Молодые люди часто попадаются на крючок преступников через соцсети или сайт бесплатных объявлений. Злоумышленник позвонил, ответила женщина, начала называть номер карты, рядом находился муж. И он ей говорит, не перечисляй, не говори номера карты, не говори ту информацию, смс-сообщение. Тебя сейчас обманывают. Она ему сказала, ты ничего не понимаешь, не лезь, я разберусь сама. Сообщает все номера карты, пароли, у нее снимают деньги, он же говорит, ну я же тебе говорил. Тем не менее даже муж ее не смог остановить от этого. Полиции напоминают, мошенники могут представляться кем угодно. Но никому и никогда нельзя сообщать данные своих карт, номера из смс-сообщений и пароли. Ведь вернуть свои деньги потом будет практически невозможно. Да и найти преступников шансов мало. Чаще всего они промышляют из других регионов. В этом году из сотен фактов обмана в Карелии раскрыто всего 26 случаев. Анжела Маркевич, Борис Касьянов, Сампо ТВ, 360.